Приветствую вас. Я думаю, что сам вопрос поставлен не совсем корректно, в силу того, что взять всё и вычеркнуть вы не сможете, потому что вы получили определённый опыт, а вы столкнулись с определёнными обстоятельствами, вы столкнулись с определёнными феноменами своей психологической реальности, которые требуют своей корректировки. В первую очередь, корректировки требуют то, как вы восприняли расставание со своим молодым человеком, по какой причине вы стали в депрессивное состояние. Почему я говорю депрессивное состояние, а не депрессия? Да, на самом деле, потому что депрессия есть болезнь, а по ней, как и по любой болезни, в общем-то, ставится диагноз, и поскольку диагноза у вас нет, то и о депрессии говорить тоже нельзя. Но вполне легко говорить о депрессивном состоянии, потому что оно может выражаться в апатии, в нежелании что-либо делать, в потере личностного смысла, в потере смысла жизни и прочее, прочее, прочее. То есть там, может быть, вплоть до физиологических каких-то проявлений. Значит, о чем мы здесь говорим? Мы говорим о том, что у вас были отношения, и эти отношения закончились. И вы восприняли завершение этих отношений крайне негативно. Во-первых, выяснилось, что вам, в общем-то, в жизни ничего не интересно настолько, чтобы заниматься этим без своего молодого человека. То есть выяснилось, что когда нет отношений, вам ничего не интересно. Вы настолько слились в этих отношениях с молодым человеком, настолько растворились в них, что самой по себе вам ничего не интересно. И вот было бы здорово, правда, если бы вы спросили себя, а как так произошло? Почему так произошло? Как получилось так, что я настолько растворилась в отношениях у молодого человека, что мне, мне, в общем-то, ничего не интересно. То есть здесь это является определяющей стороной, определяющей историей. Вам ничего не интересно. Вы настолько обесцениваете себя и свои собственные желания, свои собственные ценности, свои собственные жизненные приоритеты и цели, что без молодого человека, без отношений, вам это не интересно. Ну, я могу предположить, что проблема в самой природе ваших ценностей, а именно в том, что сами ценности связаны с людьми. Это может быть семья, это могут быть отношения, это может быть брак, это могут быть дети, это могут быть определенный социальный статус. То есть все то, что так или иначе связано с людьми, все то, что так или иначе завязано на людях и делает вас от них зависимыми в той или иной степени. И там, где присутствуют другие люди, если мы говорим о ценностях, там выталкиваетесь вы. Ну вот, когда ценностный аппарат, ценностную систему необходимо скорректировать таким образом, чтобы она все-таки была вашим проявлением, а не проявлением других людей. Следующий очень важный момент заключается в том, как вы восприняли расставание. Восприняли ли вы расставание на свой счет, то есть породила ли это у вас мысль о том, что вот я какая-то не такая, что вот со мной что-то не так. Что вот со мной раздались и все, и значит, что я не достойна отношений, не достойна мужчины, ну и всякое такое прочее. На этом, тут тоже необходимо заострить внимание, ваше внимание. Следующий важный момент, что вы потеряли с расставанием. Какие желания перестали удовлетворяться ваши конкретно, что и почему. Дальше. Следующий важный момент. Депрессия, ну депрессивное состояние, которое вы описываете, является в процессе тем, что подавляет чувства, подавляет эмоции, подавляет желания, подавляет с чувством, с чувством долга, благослования, какой-то обязанности. Вот. Освободить вас. От. Этого. И нужно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их любому специалисту в личке. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. И удачи. Один. 알олево. Меня покинал. Вау. Угу. Хорошо. Угу. Хорошо. Сите?